Друзья, всем привет! И мы продолжаем путешествие по Дагестану на самодельном автодоме. В сегодняшней серии я расскажу и покажу, как живут современные любители кочевого образа жизни. Приятного просмотра! У нас будет обзор шведского прицепа Dacia, заводского автодома на базе Fiat Ducato, а также самодельного внедорожного прицепа, созданного специально для экстремальных поездок. И начать я хотел бы именно с него. Итак, знакомьтесь, Руслан Внедорожный. Привет! Ну вот и встретились вживую, как Рича. Нормально, ты где встал? За зданием там вот стоим. Человек, жизнь которого однажды разделилась на до и после. 20 лет он прожил в Москве, работая в офисе, но потом пришел к выводу, что в жизни надо что-то менять. В марте 2019 года своими руками начал строить внедорожный прицеп, спроектированный под круглогодичное проживание в нем. Еще через 3 месяца прицеп был готов. Затем Руслан распродал лишние и ставшие ненужными вещи, и вместе со своим другом и компаньоном, песиком Ричи, они отправились изучать нашу необъятную страну, за два с лишним года проехав 43 региона во время первого этапа их большого путешествия. Руслан живет в прицепе постоянно, и летом, и зимой. Для этого его небольшой, но очень функциональный домик на колесах оснащен всем необходимым. Такая оригинальная крышка бензобака у Руслана. Вот тут у нас на прицепе стиральная машина. Очень прикольное решение, никогда такого не видел. Маркиза на крыше солнечной панели. свет для лагеря и уличные розетки. В общем, все по Трифиде. Сзади полноразмерное запасное колесо, которое взаимозаменяемо с колесами тягача. Гудьер, Вранглер, МТ, 285-75-16. Тут у нас газовый баллон, огнетушитель. Здесь, так понимаю, горловина для заливки воды. Шланг, катушка. Бойлер. Вытяжка. На бампере у нас подушка безопасности специально для пешеходов. Дополнительный свет, лебедочка. В общем, все правильно. Уходим. О, сосваиваем. Он такой, с собой. Да. Ну, в принципе, слушай, внутри больше, чем снаружи. Пространство свободное, бак для воды. А это вот и есть Дометик, да? Вот эта климатическая система. Дометик. Тут кондиционер. Обсушитель воздуха, обогреватель. Все в одном. Пространство для ног. Куда пошел? Места для хранения вещей. Тут же там тресоли небольшие. Ну, что, здорово. Здорово. Такой вот интересный прицеп. Их команде также принадлежит официально зарегистрированный всероссийский рекорд. Заезд на внедорожники с прицепом домом на самый высокий автомобильный перевал России. В Кабардино-Балкарии попробуют остановить высокогорный мировой рекорд с домом на колесах. Заехать по перевалу на высоту более 3000 метров. Перевал Чигиджара. Самый высокогорный автомобильный перевал на материке. Именно туда Руслан и собирается. Путь до него сложный и каменистый. В одиночку подниматься на перевал тяжело. Необходим штурман. Поддержать Руслана приедут друзья. Есть и многолетний напарник Джек Рассел Терьер Ричи. Такой же путешественник. Его страницы в инстаграм фоловят 10 тысяч человек. Вместе они уже проехали полурайку. Друзья, мы уже год живем в Кабардино-Балкарии. Даже уже чуть побольше года. Потом мы перебрались в Нальчик. И 2 марта, по-моему, мы перебрались в горы на парадром Флайчигем. А, по-моему, 14 числа началась вот эта пандемия. Вот, и мы, собственно, до ноября месяца жили на парадроме. Вот, делали какие-то вылазки по ущельям, куда-то выезжали. Вот, а в ноябре перебрались в Прохладный. В прошлом году Руслан нашел место, которое оказалось ему по душе. В городе Прохладный Кабардино-Балкарской республики. И открыл там цех по производству домов-прицепов, в том числе внедорожных. Он ведет канал на ютюбе, а также есть в инстаграме, вконтакте и других соцсетях. Ссылочки в описании, подписывайтесь, будет интересно. Мега прикольный автодомик, но, конечно, совсем асфальтовый вариант. Нам, к сожалению, не подходит. Меня часто спрашивают, а нужен ли вообще полный привод большому и тяжелому автодому. Вот эта машина несколько минут не могла тронуться с места на ровной площадке. Колеса просто буксовали по траве, покрытой утренней росой. И это на кемпинге. В итоге он все-таки выехал в раскачку, ну а выводы делайте сами. Люди живут в караване и удаленно работают. Как они учат детей успешно, учат детей в школе на удаленке. Очень успешно. Есть опыт реальный. Люди бросили там свои квартиры или продали, скорее всего, или сдают. Но ездят, живут в автодоме и так далее. Опыт такой. По связи, навигации, по путешествиям, по таким полезным советам, где найти стоянку автономную в центре города, как ее найти, где найти воду. Ну а теперь переходим к следующему транспортному средству. Прицеп удачи Brilliant XL от шведского производителя Каби. Караванер. Сейчас я отломаю вам габариты, буду еще довольнее. Это Сергей, с которым мы оказались заочно знакомы около 15 лет по форму PC-кар, когда я еще занимался встраиванием компьютеров в автомобиле. Они супруга айтишники, путешествуют вместе с тремя детьми и собакой. Что вы, Борщ? Смотрите. Как называется модель прицепа? Каби? Каби – бриллиант. Бриллиант. Ну, блин, как морозильник ее как-то переморозил. Заходим. Что тут? Ух ты! Сколько тут места! Сколько! Сколько тут места! Девчонки у нас вот так. В двойке спят. Им вообще нормально. Сколько детей в команде? Трое. Трое. И собака. Трое детей и собака. И двое ребят с удаленной работой, которые могут позволить себе всю эту красоту. Слушайте, очень-очень здорово. Тут туалет, душевая. Всего много. Ну, вообще замечательно. Люк потолочный. Кухонный. Модуль. Плита. О, даже три конфорки вообще. Королевская. И раковина с краном. Стандартно. Дометиковские, да? Что там еще? Интересно? О, слушай. Это мало у кого есть. Да, классно. Дополнительный столик. Классно. То есть не разделочная доска, а именно столик выдвижной. Дополнительный. Рабочая поверхность столешницы. Звук. Часы. Прям такие кают-компания вообще. Барометр, да? Это все родное Кабовское. Классно очень. И панель управления кемпером. Естественно, предохранители, да, автоматические. Питание насоса. Свет. И количество воды. Нажимать, да? Можно. Ага. Ну, соответственно, нажимаем, проверяем количество воды. И заряд батареи. Слушай, а по автономности, что у него сколько воды? Сколько электричества? 40 воды. 40 воды, да? Чистый. Чистый. 30 под серую бак. Угу. Ну, у меня отлично 80 литров туда входит под кровать. Под кровать. Ну, в канистрах, да? Соответственно. Ага. А по электричеству? Электричество аккумулятора 100 ампер здесь хватает надолго. Ну, да. 3-4 дня нон-стопом на штатные зарядки вообще без вопросов. А больше. Обогрев от этого, да? Газом. Альдо, да. Это электричеством. Это газом. Это сейчас только вода включенная, да? Это вода и отопление в полу потолок и стены. И просто отопление. Ну, это зимой на прогреве, на экспресс. А, классно, классно. Интересный прицеп, который внутри оказался больше, чем снаружи. А по весу что он? Сколько у него вес? Симолка полторы тонны. Полторы тонны. И таскаешь машиной какой? Поджериспорт. И прекрасно справляешься. Вообще отлично. Ну, вот. Поджерик молодец. Все нормально, нареканий нет. Подвеска работает. Вообще отлично. Главное смазывать вовремя. Ну, как любая техника. Да, любые узлы требуют своевременного обслуживания. Тепла, забота и смазки. Это точно. Плюс лестничная рама. Не рогаткообразная, как у англичан и многих европейцев. А нормально, с такими жирненькими поперечинами. Вот это вот самый. Ну, то есть, прочная конструкция изначально. И, соответственно, очень уютно, честно. Видно, что решение заводское. Все. Мягкий потолок. Да, приятный на ощупь. Во-первых, компенсирует шум. Да, я какого-нибудь. Короче. Плюс она индикатор протечек. На Кабе. Если есть протечка, то вот эта хреновина, мягкая, она розовеет. И розовеет так, что это ничем не сведешь. С одной стороны, хорошо для покупателей, а с другой... Дополнительно менять эллисты. Ага, потолочные. Ну, везде плюсы и минусы, да. Для 2004 года вполне. И самое главное, это теплый пол, батареи. Ага. Слушай, ну, огромный. Вообще, для автодома реально огромный холодильник. Дверцы, все очень удобно. С морозилкой, да, еще большой, наверное, там. Большой. Сверху, ну, не, приличная, поверь, у меня раза в четыре меньше. У меня там вообще крохотная, поэтому супер, просто супер. У меня, по-разному, смотрели еще в Polar. У него холодильник был вот такой вот. Угу, да, знаю, там у Indleby тоже есть такие огромные модели, как бы, но он в пол. Шкафчик с подсветочкой. А тут целый бар, да, получается? Бар вообще. Нравится вот эта вот европейская продуманность. Тут европейской продуманности много. Угу. Вот здесь. И выдвигается, да? И выдвигается. О, все удобно. Ну, конечно, да, класс. Так, что вот тут у нас? А это так называемый лыжный люк. Ага, он сквозной, да, в две стороны? Да. О, с подсветочкой вообще. Он сквозной, он подогревом, чтобы выжить здесь все сокли. Угу. С поддончиком вот таким вот. А, там на текулаты. Да. Руслан подходит. Ага. Класс. Супер. А еще какие-то у него люки для хранения. Это мне такие вот внешние есть. Ну, как бы. Вот этот. Ну, надышли, да, там. А, надышли. Передняя часть. Как раз все, что должно быть, все, что нужно в путешествии. Алексей и Настя, вместе с двумя дочками, оставаясь с джиперами в душе, путешествуют на автодоме хобби с громким названием Вантана Делюкс. И должен сказать, приставка Делюкс в данном случае полностью оправдана. Вот такой вот интересный у нас автомобиль. Хобби на базе Fiat Ducato. Красивенький. А это заводская окраска или еще что-то добавляли? Ну, у меня сначала была мысль поменять наклейки, но потом полярная звезда его спасла. Угу. Нет, красивый. Красавец вообще. Ну, как бы это оправдан было. Рабочая обстановка. Давайте включим здесь кучу уюта. Ага. О, заводской домик. Слушай, ну красиво. Да. Все сразу видно, что красиво. Сейчас я тебе покажу фишку, которая самая прикольная в домике. Но самая не прикольная. Во-первых, потолочный холодильник. О, это холодильник. Да, с винным шкафом. Обалдеть. Да. С винным шкафом. Слушай, пилотево. И он все еще идет. Но, поскольку мы используем автодом как оффроуд автодом, то есть мы по инерции не можем понять, что у нас автомобиль неполноприводный. И мы ездим там. Ну, например, вчера ездил на бархан. Ну, большой брат. Да, да. Настя рассказала о супруге. Да. Слушайте, круто. И, к сожалению, вся мемель провисает. Поэтому, тем более, холодильник особенно. Если он посмотрит, что здесь везде пластмасски подсунуты от канистр. А, то есть... Он весь, вот видишь, гуляет. Вот он. То есть он весь гуляет. И постоянно вижу, вот здесь пластмасски подсовывал я. Ага. Что тут шайбочки уже подложил. То есть для того, чтобы надержались дверцы закрытыми, да? Да, да. Иначе, если дверь открывается у тебя, начинает течь вода. Потому что проблема в чем? Дренажные отверстия находятся высоко. Вон там. И когда я торможу, вода вся бы текает сюда. И у меня, видишь, все разбухло даже. Понятно. То есть это именно вот минус. Но насколько это удобно, что кофе, как это разбухает. Ну, собственно говоря, панель управления хобиковская, то есть стандартная, да, идет. Ну, все такое уже симпатичное, да, с экранчиком. Это отопление, да, баки для чистой серой воды. Да, да, аккумулятор. Здесь установлен солнечная батарея у меня, дополнительный бак поставлен. Точнее, как, две аккумулянка дополнительных стоит. А аккумуляторы? Обычные 95-ки. Два, да? Да, то есть некие неделю под сиденьем вылезают штатно. Инвертор. А баки на сколько? Бак 110 воды. Газ стоит 54-литра баллон. Установлен дополнительный газовый. Ага. Шестерка стоит. Она же бойлер, она же отопление. Основное, давай что покажу, что для девушек важно. Да, да, да. Это самый большой туалет в классе. Обалденно. Здесь действительно просторно. Да, кабина огромная. Туалет. Все прям очень-очень красиво. Дверь вот эта вот жаль, да? Старая сейчас двезная прям. Да, легонько все так. Ну, лейка, собственно говоря. С душем? Да. Да, но, собственно говоря, опять все доделано. То есть лейка поменена. Снизу снята крышка, чтобы шланг уходил вниз, иначе его неудобно убирать. Плюс вторая лейка для принятия полноценного душа. Да, то есть она здесь вставлена. Поддон, все герметично, все как выдашь. Шикарно. Два слива у поддона, то есть если автодом стоит с уклоном, да, очень-очень удобно это. Да, да, да. То есть вот шкаф, ну, соответственно, отсюда исчез шкаф, здесь же сделал шкаф здесь. Нам его, в принципе, достаточно. То есть еще, помимо этого, я сделал небольшую систему хранения в багажнике. То есть... А, вот. Да, то есть я отсюда у меня, видишь, и основное, что необходимо, у меня здесь вода, лежит, ну, там, штатив, собственно говоря, все, что там, туалет, видишь, то есть, вот, чтобы заправлять кассету, я отсюда прямо его достал. Сюда сплеснул, закрыл. И его, то есть обратно. Ну, здесь еще, видишь, пол... А, вот прикол, да? То есть смотри, вот они штатно сделали вот эти полочки, да, в туалете. То есть насколько это удобно. Вот супруга не нарадуется, то есть, видишь, все есть. Да, 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 да. Для девочек раздолят. Нет, душевая очень большая, нам сказал, она гигантская, реально. Ну, она, как бы, действительно, то есть, ну, мы же, видишь, искали автодом для путешествий именно внутри России, то есть, именно с учетом выездов на оффроуды. Ну, как оффроуды, то есть... Ну, понятно, да, на грунтовой дороге, скажем так. Да, и поэтому, как бы, было принято решение, что это будет именно кастенваген. Но при выборе всего, то есть, было принято решение купить именно вот это, потому что цена. Он оказался самым дешевым, на самом деле, на рынке, что мы смотрели. Если не секрет, во сколько? В 4300 он обошелся. Построить такой же был дороже уже на тот момент. И что у нас еще с ним? А, ну, соответственно, по сравнению с юмерами совсем, он утеплен по-честному. То есть здесь все разбиралось уже. То есть он весь разбирался, на самом деле. Да, еще вот, кстати, ты человек, который снимает все-таки «Путешествие по оффроуду». Новые шины здесь стоят. Nokia Noob Post, можешь посмотреть. О, да, сейчас. Которую никто еще не тестил. На Т-шечку обратил внимание, да. Которую никто не тестил. Ага, слушай. Это не шумят, основной ответ. Я могу сказать так, что, ну, у меня и Гудричи, и все, есть АТ-шка, как бы, то есть на других автомобилях просто. Это все-таки, это аналог Гудрича. То есть это лучше, чем дуратрак. И по пескам она идеальна. То есть вот мне очень хорошо по пескам, очень хорошо управляется. На автобусе на давлении 3 езжу на них. То есть прям, ну, вообще комфортно. Ну, он, вес у него все-таки. Вес, кстати, знаешь, у машины? 2,780. Да, ну, он... Меньше 3. И у меня еще лифт 2 дюйма. То есть сзади пневма, спереди стойки. Да, потому он чуть выше у меня стоит, чем стандарт. То есть, ну, потому что мы все-таки, как бы, оффоруданутые немножко на всю голову. Да, конечно, самое интересное, там, где никого нет. Да, да, да. Поэтому, как бы, у нас, несмотря на то, что он передний привильный, но, к сожалению, мы смотрели твои видео, но не смогли найти контору, которая сможет построить корректно мне автодом. Потому что это все идея. Цена в космосе или даже цена в космосе, такие же руки оттуда, откуда они растут. Это вопрос к тому, любимый у всех. Почему бы, почему строил автодом самостоятельно, а не взял себе готовую версию? Вот, в принципе, человек достаточно. Да, да, да. Понятно ответил. Все упирается банально в бюджет. Да, да, в бюджет и в космосе. То есть, вот, я говорю, то есть, если кто-то еще думает строить себе автодом сам, именно не обладая новым автомобилем, то есть, допустим, как у Дениса, да, это новый автомобиль, на который полноприводный, под определенный нужд, на котором он построил правильный автодом. Для себя правильный, опять же. Для каждого свой автодом, это свой автодом, который он любит. Но если вы хотите строить на базе Дукаты, как бы, ну, мы, честно говоря, складывали всю математику, она не срастается. Дешевле купить вот. Это прямо дешевле, то есть, вы посмотрите сами внимательно, то есть, ну, это действительно дешевле. И причем, кстати, у меня в ПТС написано тип транспортного средства специальный. О, вот это очень круто. Именно тип ТС не в особых отметках, да? Тип ТС специальный. Это очень круто. Да, это отметка, да, позволяет подъезжать к береговым линиям, вплотную становиться. И, в принципе, если там какие-то сотрудники, там, подходят к тебе, ну, да, спрашивают, почему вы здесь стоите, говорят, что нельзя. Ты показываешь им документы, и, в принципе, все это достаточно. Основания для стоянки на берегу водоема. Это очень круто. Да, 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 ну, мы уже протестировали ПТС, это средство регистрации, и все, все сразу автоматически становятся свободны. Это именно при растаможке все так оформлено, тип ТС специальный, он прямо так написан специально. То есть, мы когда сидим вечером в автодоме, здесь такой, знаешь, смотри, подсветочки, смотри, и вот здесь, вот так, посвечивают ручечки блестящие. Ну, как в дорогом гостиничном номере. Да, да, кстати, сзади как раз наклейка, да, там сзади наклейка не просто номер в гостинице, то есть он пришел такой у нас с Финляндии к нам, то есть это, кстати, скандинав, еще. Видишь, всякие ништячки, вот, то есть, видишь, как бы всякие, ну, всякие такие вещи есть. Да, очень-очень красивые. Так, подожди, Денис, давай мы хоть сувенирчиков чуть-чуть подарим от нас. Вот, блин, спасибо большое. Смотри. О, слушай, мега вещь, спасибо, ребята. А мы что здесь стоим? А что вы здесь стоите, да? Денис, делись. Дай тебе два сувенира. Вон, я один. Тебе вернулись? А, Голь, спасибо, ребята. Кстати. Вообще офигенчик. Не очень удобно. И не реклама, крючков или реклама. На Вайлдбрид заходите, 4 штуки 700 рублей. Это, это, как бы, да, так, дешевый подарок, но это приятно. Дешевый подарок, да. Его найти ничего не может. Забирай обратно. А его найти никто не может. Слушай, обалденно, да, очень красиво смотрят, спасибо большое. А где для автодомов ребята там ищут, там они по 2 тысячи за штуку хотят. О, приятнее жадут. Механическая коробка передач. И такие шторки, вот, прям, видно, что сделано все красиво и по-человечески. Особенно вот эта штука, в нее помещаются все детские вещи, с кровати детской. Вот, видишь, там у нас все, все шмотка зашиплит. Ага, огромная зона для хранения. Когда я искал себе автодом, я не мог понять, поместится у меня дети здесь спереди или нет. На всех типа, какие-то хюмеры, любые. То есть, типа, поместится или нет. Все идеально. Трансформация? Я покажу, хоть кто-то покажет трансформацию. А то все рассказали и забыли, понимаешь? Снимаем. Все просто. Раз. Эта штука. Ну, на самом деле, не все совсем просто, но тем не менее. Угу, столик снимается. Вынимается? Не торопись. Да. Вот, за счет из стола защелкнулась. Эта штука сюда. Вот здесь выдвигается. Трубка кладется, на самом деле, сюда. Я думал сначала, куда деть трубку. Ага, оказывается, что она же, видишь? А, все это, все продумано, да, скошено. Да. И трубка кладется сюда. А после чего, вот эта спинка поднимается, чтобы выровняться. Вот так, подняли. А, ничего себе, какое положение есть. Ага. Откинули. Просто под заказ матрас. За какие-то вменяемые деньги. То есть, видишь, смотри, и когда матрас метр на метр шестьдесят. Обалдеть. Он ложится. Угу. Все. Огромная детская кровать. Да. Можешь, давай второй постюмчик. Хорошо. Вер, все равно. Видишь такие родители? Свою колодец. Вот. В общем, двое детей. Одна туда, другая сюда. Длина спального места метра семьдесят пять. Более чем. Более чем. Детям хватит еще на долгие годы. Пока. В принципе, можем еще путешествовать и путешествовать. То есть, вот основная проблема, когда мы смотрели. Еще остается, кстати, проход. То есть, мы спокойно проходим. То есть, вот я с утра просыпаемся, на самом деле. Я валяюсь там. Настя собирает вещи все. То есть, здесь я перехожу, сажусь на кресло. Настя заправляет нашу кровать. Мама, это мальчик? Чтобы забрать в обратную связь, все вещи переезжают туда. Угу. Ну, удобно. И главное, не выходя из машины. То есть, на улице там дождь, холод. Уп, сразу уже все. В чехле. Просто многие говорят, типа, собирать. Это же определенное. Очень быстро. Очень быстро обскал, бы ты все сделал. Ну, это уже просто опыт. Вот уж. Тешик, откладывает эту кровать, показывает. Потому что, пока мы смотрели обзоры. Мы не нашли ни одного. Никто не показал. И, кстати, взрослый мужик не посидел на этом кресле. Ни одного автодомена готового. То есть, ну, как бы, я не скажу, что мне удобно здесь. Мне, точнее говоря, неудобно. Видишь даже. Да, повыше, да. Да. Но для детей просто идеально. Детям вообще нормально. Идеально. То есть, взрослым это, как бы, ну... На кочке. А, рост у меня метр восемьдесят шесть. Ну, есть, да. То есть, это неудобно. И, на отвечаем на вопрос, помещается ли взрослый человек в дукатах метр восемьдесят шесть. Вполне, да. С запасом. Это невысокая крыша, это средняя. То есть, еще рука сверху проходит. Отлично. Вот. Ну, все вот эти понты, соответственно. Ну, да. Ну, на всех окнах. На всех. Ну, от Домедик стандартная вся тема. Ну, вся эта тема. Ну, вас, да. Да. То есть, тут ничем никого не удивишь. Ну, вот. Вот это классно, да, очень. Стол увеличивается, площадь почти в полтора раза. Да. Ну, вот эти вот. Вот эти вещи, знаешь, как бы. Да, да, да. Фиксаторы, да? Да, ну, и что же, по простенькому. Все просто уголок откидной. Ну, главное, что она работает и дальше остальное. Подножка Туликовская поставила, застирается. Работает через одно место. Не знаю, кто ее придумал, но все через одно место. Ну, видимо, не для наших дорог. Ну, и штатно. Вот, видишь, если всем историю, типа такая, типа, подсветка. Угу. Вот это очень удобно. Классно, да, диодная. Тоже себе такое хочу вывести вот под маркиру. Вообще, это вот всякие вот эти вот. То есть, которые именно удобства для кухни, да? Все организовано, все, вот, как бы, по ящичкам. Да. Ну, собственно говоря, снизу вся посуда без ручек. Гейзерная турка, это, блин, должна быть у всех. Это мега. Когда москет, да? Да. Ну, собственно говоря... Как-то по-русски надо сказать. Да, здесь, здесь это у нас все продукты. Ага. Собственно говоря, чай, рис, макароны и все остальное. Здесь же у нас лежит репелленты. Ну, все, что нужно, все под рукой. Очень объемные кухонные модули очень продуманные. Здесь детские, видишь, все, в детские игрушки все легко помещаются. То есть, количество такое здесь ящиков, что здесь одноразовая посуда. У нас все вещи, это... Сколько у нас сумок огромных? Четыре я нес. Ну, вот этих лентовских сумок. Ну, стандартные эти, как большие. Ну, да, для... Лента, там окей, там без рейса. Ну, четыре-пять мы стандартно выносим и все раскладываем. И все раскладываем, да, перед каждой поездкой. Ну, понимаешь, с двумя детьми, конечно, столько вещей, с собой одежду. Да, то есть, ну, все всегда помещается. Супер. То есть, у нас, как бы, довольно-таки были длительные путешествия, но, тем не менее, как бы, ну, вообще проблем никаких. Причем мы путешествуем не так, что, знаешь, мы там путешествуем, а поехали-ка мы путешествовать туда. Нет, мы должны были здесь быть два дня назад. Но мы вот только приехали, потому что по пути мы подумали, а как красиво в Волгограде. А потом подумали, а мы едем мимо Астрахани, почему бы нам не заехать на Большого Брата. И... Вот это, да, это правильный, правильный подход к делу. Да, когда легли вечером спать, я почитал комментарии, говорю, Настя, по-моему, мы завтра не доедем. Ну, ничего, если увидим какую-то жопу, вернемся. У нас есть видео, где Настя там сидит... Не, ребят, вы молодцы, вот прям очень, да, машина классная. И то, что доехала до того же Большого Брата, это как бы, ну, определенный показатель для автодома. Я, честно признаюсь, был впечатлен тем, что когда Настя рассказала, что у вас получилось туда добраться. Да, у вас все фотографии, все есть, даже на фоне автодома. Я даже выложил на форум, но никто не оценил, потому что форум не джиперов, а караванеров. Вот багажное отделение, гараж в задней части машины. На самом деле, это шезлонги, поскольку у меня три девочки и я. Я сейчас покажу шезлонг, который удивит многих. Ох, ничего. На самом деле, это шезлонг, который превращается... Сейчас я подниму подножку. Да, он превращается в раскладушку в горизонтальную. Ох ты, кровь. То есть на нем можно загорать на животе. Это тоже в этом... Вайл Перес, прикинь. А в кресло превращается тоже? А? В кресло. В стул именно, точнее. Нет, в стул нет. Но такое, как бы, откидное кресло. Вот такое только, вижу, превращается. Типа посидеть в шезлонге. Но у нас все-таки нас много, да, у нас здесь обязательно шезлонги. Здесь у нас складные самокаты. Все, что надо для путешествий. И видишь, система хранения, знаешь, что там себе выдумать, большую, сложную. На самом деле, все проще, как бы, ну, П-образные. Сверху чистые вещи, да, вот они вот туда. Ну, там дальше еще можно запекать сколько угодно. Да, покажет большой. Да, да. Да, здесь у нас самокаты. Ну и все. А, баллон газовый. Собственно говоря, переделан. Ох ты, да, баллон огромный. Да, 50, говорю, 4, по-моему, 57 литров. Кстати, подсказка для многих. Очень удобно шланг от стиральной машины для набора воды. Резинка здесь, по умолчанию резинка здесь. 5 метров, достаточно мне заправиться всегда. Хомутик, все. Никаких проблем. Заправка баллона выведена на стандартную тему, кстати. Может быть, не стандартную, но почему-то многие об этом не думают. Все вводят сюда, куда-то. Но на всех фендукатах есть подблюжку, разъем. И сюда просто заправка газа. Прекрасно. То есть очень удобно. То есть достал этот сосок, подкрутил, вставил. Да, и заправляешься через адаптер, но она обычная газовая колонка. Да, то есть вообще без каких-либо проблем. Ну, а здесь, собственно говоря, у нас бак воды. Здесь у нас бак воды в правой части. И, в принципе, сверху здесь ревизия всего. И больше ничего такого и нет. Люди, кто надеются, что можно купить готовый автодом и ничего с ним не делать, они заблуждаются. Смотри, две камеры. Одна, когда по дороге имеет заднего зеркала, а вторая заднего хода. Когда включаешь заднюю передачу. Да, донетиковская тема. Слушай, решение гениальное. Да. Простое, гениальное. Да. И оно просто офигенно выглядит. Все продумано реально за нас. Да, да, да. Очень круто. А это ручка открытия двери, да, изнутри из кровати слушать. Тоже гениальное решение. Как бы, да, когда лежишь, не выходить из машины. Да, да. Под кроватью. Да. Вот здесь вот. Ну да, ты... Слушай, вот это вот прям просто 5 баллов. То есть, лежа на кровати, ты открываешь задние двери, стоишь, наслаждаешься закатом, прибоем. Делаешь красивые фотографии с тегом Вен Лайф. В общем, все, что мы так любим. Ну что, спасибо за рассказ. За подробный такой очень-очень классный автодомик. Прям впечатлен качеством изготовления и возможностями тяжелой машины, несмотря на то, что у нее передний привод. Класс. Какая удобная конечка. Можно купить такую. Сейчас шагардос. Четвертое мая. Фестиваль окончен. Все потихоньку разъезжаются. Пока! Счастливо! Все, поехали, ребята. Ну что ж, попрощался с ребятами. Пора ехать дальше. То уже засиделся на одном месте. На память о фестивале. Что ж, надеюсь, видео понравилось и было интересным. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Не забываем передавать лайки за проезд. Увидимся на дороге.